Потребительские права. Как не попасть в ловушку? На самом деле нет ни одной сферы, где не нарушаются права потребителей. В основном жалобы касаются ЖКХ. То есть проблемы – это необоснованное списание оплаты за коммунальные услуги. На что мы, как потребители, имеем право? На сегодня потребители опустили ниже плинтусов. Незаконно почти продается. Сертификатов нет, есть только копии. Там был указан комиссионный сбор. Комиссионный сбор, он незаконен. Было неприятно, потому что со своими банками такие были действия. Стоит ли добиваться справедливости? Если у меня есть такое право по закону, почему я не могу им воспользоваться? Рано или поздно количество переходит в качество. Несмотря на то, что в Казахстане закон о защите прав потребителей действует с 2010 года, по словам правозащитников, казахстанцы редко жалуются на нарушение прав. Эксперты считают, что в нашей стране недостаточно жестко относятся к тем, кто серийно обманывает потребителей или предоставляет им некачественные товары и услуги. Почему нам зачастую стыдно возвращать вещь? Что такое потребительское образование и нужно ли его получать? Как грамотно отстоять свои права? Ответы на эти и другие вопросы в программе Бюро расследований. Клиент всегда прав. Но ежедневно мы сталкиваемся с тем, что это утверждение работает только на словах. Наши права нарушаются настолько часто, что мы стараемся этого не замечать. Почему? Эксперты говорят, что нам не хватает потребительского образования и мы не знаем своих прав. Как потребители товаров и услуг мы чаще всего не хотим отстаивать свои права. Боимся или ленимся? Скорее всего и то и другое. Но самое главное, мы не верим ни в законы о защите прав потребителей, ни в их исполнение, ни в положительный исход дела. Это типичный продуктовый рынок в столице, которых великое множество в каждом крупном городе. По нашей просьбе, инспектор общества защиты прав потребителей проводит ознакомительный экскурс и показывает самые распространенные нарушения со стороны предпринимателей. Искать долго их не пришлось. Снимаете? Снимаем телевидение. Для чего? Качество продуктов, есть ли безопасность для здоровья и все такое прочее. Здесь не соблюдается товарное соседство. Здесь и колбаса, здесь это жир или творог или что там. Творог, вот смотрите. Это уже нарушение. Вашу санитарную книжку, где ваша форма и где ваш бейдж. Несоблюдение товарного соседства, нарушение правил хранения, отсутствие сертификата соответствия, ненадлежащая форма продавцов и многое другое – вещи, на которые мы, потребители, чаще всего не обращаем внимания. А это, как отмечают эксперты, прямая угроза здоровью человека. Каждый приниматель, каждый потребитель имеет полное право спросить. Я беру у вас эту колбаску, я беру у вас эту рыбку, дайте мне сертификат соответствия. Я хочу у вас купить. Пожалуйста. Кассовый чек мне не выдали, так же и всем остальным. А кассовый чек является договорным обязательством между продавцом и покупателем. И дело в том, что без кассового чека продукты могут не принять, если они испорчены даже. Причем выяснилось, что кассовый аппарат имеют не все предприниматели, что является нарушением закона. Но, видимо, это не волнует ни бизнесменов, ни потребителей. Хотя говорить о том, что всем все равно нельзя. Пенсионеры, вы знаете, очень часто жалуются, их мало того, что обсчет, обвес везде. Им еще обязательно продадут испорченные или просроченные продукты питания. Ну вот такие вот дают. Смотрите. На каждую продукцию должен сдаваться сертификат именно оригинал, а не копию. И жалобы поступают к нам очень часто, особенно вот на таких рынках. Надо отметить, что в Казахстане уполномоченным органом в сфере защиты прав потребителей является комитет при Министерстве национальной экономики. Но этот профильный орган может оказать лишь консультативную поддержку обратившимся к ним жалобами. В основном жалобы касаются ЖКХ. То есть проблемы – это необоснованное списание оплаты за коммунальные услуги, отключение электроэнергии. Также на втором месте у нас занимает большое количество – это розничная торговля. То есть это обман потребителям, отказ в обмене или возврате товара, предоставление некачественного товара, услуг. Также не предоставление документа, факта приобретения товара и информации в том числе. В разгул лихих 90-х на наивных, неопытных покупателях стремились заработать все, кому не лень. Сегодня ситуация, должно быть, снормализовалась. Все больше потребители знают о своих правах, а если и нет, то стремится о них узнать в специализированных организациях. Но вопросов все равно остается немало. На самом деле нет ни одной сферы, где не нарушаются права потребителей. Дело в том, что до последнего времени мы предполагали, что госорганы соответствующие будут регулировать качество тех товаров или лекарственных препаратов, которые у нас есть на территории Казахстана, потому что было поручение первого президента Ельбасы. По этому поводу нет. Сейчас опять идет реорганизация госоргана, то есть Комитет охраны общественного здоровья. Он сейчас сликвидируется, и он превращается в какой-то другой новый госорган, который должен контролировать качество товаров и услуг. И очень сложно у нас обстоят дела с наличием доказательной базы. То есть для того, чтобы подтвердить, прав или неправ, то есть качественный или некачественный товар, необходима потребителю экспертиза. Оказывается, у нас нет независимой экспертизы, например, на многие услуги, в том числе на химчистку. Жительница Нурсултана Екатерина Семенова и предположить не могла, что обычный поход в магазин может обернуться потерей времени и, главное, нерв. Для своего супруга я решила приобрести в магазине одежду, кроссовки и толстовку с футболкой. Я купила, соответственно, без него, чтобы сделать ему подарок. Купила, когда мы пришли уже и дома примерили, оказалось, что вещи ему не подошли по размеру и по фасону. Я собрала все вещи и направилась в магазин для того, чтобы сделать возврат. Когда стала проверять чеки, увидела, что на один из товаров чек есть, а на два других чек был утерян. Но оставлять так дело Екатерина не была намерена. Хотя понимала, что отсутствие чека могло сыграть не в ее пользу. Но даже это обстоятельство не остановило молодую женщину. Найдя информацию в интернете, Екатерина обратилась в Общество защиты прав потребителей. И оказалось, не зря. Хорошо еще то, что у меня муж юрист, и я когда ему сказала, что делать дальше, как найти выход, он посоветовал мне обратиться у нас в городе в Общество защиты прав потребителей. Я к ним позвонила изначально. Они сказали, что да, вы имеете право вернуть ваш товар даже без наличия чека. Второй экземпляр чека всегда сохраняется в магазине. То есть даже если мы свой чек потеряли, в магазине всегда он есть. И в наш положенный срок 14 дней мы можем вернуть наш товар. Если у меня есть такое право по закону, почему я не могу им воспользоваться? И все должны так делать, я считаю. На сегодняшний день наши потребители недостаточно ознакомлены с законом. Наш закон в целом действует с 2010 года. Наш закон, он соответствует международным актам в области защиты прав потребителей. Но несмотря на это, как вам известно, в 2016 году были внесены ряд изменений. Но практика показывает, что применение закона защиты прав потребителей показали некоторые несколько уязвимые места. Это в основном договорные отношения. Вот некоторые изменения в отношениях продавец-покупатель, которые гарантированы законом. Если покупателя не устроил приобретенный товар, он имеет право вернуть его в течение 30 календарных дней. Если нет чека, достаточно показать его фотографию. Покупатель платит за товар ту сумму, что указано на ценнике, а не в чеке. При поломке новой бытовой техники сервисная служба не только ремонтирует ее, но и делает доставку техники на дом, даже если до конца гарантийного срока остался всего лишь один день. И, кстати, подать в суд на продавца может Комитет по защите прав потребителя, если с одной и той же жалобой туда обратилось 10 человек. Кажется, что продавцы умели обманывать покупателей с тех самых пор, как зародилась торговля. С расцветом цивилизации, казалось бы, все вопросы должны решаться законным путем. Но не тут-то было. Обманы и уловки сферы торговли никуда не пропали. Только теперь потребитель воюет не только с мелкими торговцами, но и крупными корпорациями и банками. Медед Бесекиев решил приобрести новый автомобиль и, как это часто бывает, оформил кредит в одном из банков. Рассчитав силы и возможности, семья стала погашать ежемесячный платеж. На протяжении трех лет до 2017 года мы платили 119 тысяч. В договоре мне ничего не смутило. Там был указан комиссионный сбор. Как бы это привычное дело, обычное. Но каково было удивление мужчины, когда он узнал, что определенный процент от этой суммы, а это ни много ни мало, более миллиона тенге, банк взимает незаконно. Когда я только узнал об этом, конечно, я был возмущен, так как мы с супругой являемся законопослушными гражданами нашей страны. Когда берешь кредит, ты доверяешь банку и у тебя нет никаких сомнений, что там могут быть какие-то подводные камни. На самом деле оказалось так, что банк нас обманул, ввел какие-то незаконные комиссии. Тогда мужчина обратился за помощью в юридическую компанию. Там ему помогли оформить документы и подать в суд на банк. Медед не особо верил, что может отсудить хоть какие-то деньги. Тем более у банка. При обращении в эту компанию мало верилось, что мы можем получить эти деньги. Фирма пообещала нам вернуть в течение пяти месяцев. Конечно, до конца этому не верилось. И в итоге, да, получилось так, что мы получили... Не верилось? Ну, что такой простой гражданин, простой человек, что может выбить деньги у большого банка. В итоге, спустя полгода на руках у мужчины оказались его кровные 700 тысяч тенге и пересчитаны в сторону уменьшения платеж по автокредиту. Практика по признанию ежемесячных комиссий по кредитам банков, по признанию их незаконными, сформировалась с 2012 года. За это время порядка 30 тысяч истов смогли в суде доказать незаконность этой комиссии и вернуть уже фактически уплаченные суммы этих комиссий. Незаконная комиссия – это ежемесячная комиссия вне зависимости от названия. То есть, если у клиента в договоре банковского займа в графике платежей стоит какой-нибудь отдельный столбец с какой-либо комиссией, то эту комиссию можно признать незаконной в суде. А уже уплаченные суммы можно взыскать в пользу истца. На сегодняшний день таким правом воспользовались уже более 30 тысяч человек. По некоторым оценкам, за все годы практики, с 2012 года судами было удовлетворено иском где-то на 9 миллиардов тенге. Это приблизительно что-то чуть больше 30 тысяч исков. То есть 30 тысяч человек смогли оставить свои законные права в суде и найти там свою правду по признанию ежемесячных комиссий незаконными. По нашей статистике, средняя сумма взыскания по ежемесячным комиссиям составляла 284 тысячи тенге. То есть в среднем каждый наш клиент смог из банка вернуть в своих законных 284 тысячи тенге. Однако уже больше месяца, как иски, одной только фирмы Дмитрия висят в воздухе. Юрист отмечает, что в судах резко изменилось отношение к подобным делам. Сейчас практика радикально меняется. Буквально с 18 марта по нашей фирме начались отказы в удовлетворении исковых требований в суде. То есть сейчас мы начали стабильно проигрывать с 18 марта. Это связано с тем, что меняется судебная практика. Теперь судебные органы совершенно иначе смотрят на вопрос законности этих комиссий. Буквально недавно, 10 апреля, в Верховном суде слушалось 9 дел по признанию ежемесячных комиссий незаконными. Теперь суд смотрит, что комиссии были до этого времени все-таки законны. И на основании этого не удовлетворяют иски истцов, как прежде. Клиентов, пытавшихся найти правду в судах в части незаконных комиссий в Казахстане, оказалось немало. Появились юридические фирмы, которые помогали людям отстаивать свои права. Выданные кредиты касались ипотеки, автокредитования, но и суды на потребительские нужды. Но согласно решению Верховного суда, отныне банки не вправе взимать подобную комиссию, а клиентам уже не светят выплаты. А фирмы уже пересматривают направление своей деятельности. В Казахстане зарегистрировано более 170 обществ по защите прав потребителей. Из них реально работают только 55. Перечень жалоб самый разнообразный – от детских игрушек до салонов красоты. Очень много жалоб у нас еще на детские игрушки, формальдегид, на мебель детскую, на обувь без ступинатора. То есть и тоже за этим никто не следит фактически. Жалуются на качество образовательных услуг, услуг здравоохранения. У нас был случай, когда скорая 3 часа вообще не приходила. То есть членам семьи пришлось ловить такси, вызывать и везти самостоятельно. Пусть это будет торгово-развлекательный центр, пусть это будет рынок, пусть это будет маленький магазин. Отношение к потребителю неуважительное. Понимаете, почему? Потому что это происходит в силу того, что именно знают, что на сегодня закон позволяет так вести предпринимателя. Почему? Потому что на сегодня штрафы, которые сегодня в любом случае при нарушении, есть законы же, которые работают, в частности КОАП, Кодекс об административных правонарушениях. Там, значит, если ты нарушил права потребителей, там идут штрафы, ну, 10, 20, 50 МРП. Вот что такое 20, даже 50 МРП для бизнеса, который зарабатывает миллионы? Понимаете? Для него проще сегодня нарушить права потребителей, даже заплатить тот же штраф и продолжать. По словам психологов, есть научное объяснение тому, почему люди не требуют соблюдения своих прав, почему зачастую нам стыдно вернуть вещь, или мы вовсе прощаем за причиненный вред здоровью? Почему люди не отстаивают свои права? Открытый Мартином Селигманом синдром выученной беспомощности объясняет этот эффект. Люди не верят, что какие-либо из их усилий могут достигнуть результатов. Они не верят, что, приложив усилия к какому-либо вот такому вопросу сложному, да, по отстаиванию своих прав, они будут услышаны и будут иметь какой-то положительный профит из этого. Поэтому большинство наших граждан, так или иначе, столкнувшись с какой-то несправедливостью в сфере обслуживания, и не получив должного ответа от властей, от владельцев заведений и так далее, они перестают в какой-то момент верить в то, что отстаивание своих прав имеет какой-то смысл. Если раньше потребительство сводилось к чему-то осуждаемому, мелкому и недостойному уровню высокой культуры, то сегодня мы бьемся за то, чтобы осознавать, что в сфере потребления находятся основные радости нашей жизни. Это, во-первых, скажем так, если взять не молодежь, скажем, средний возраст, то это сидит еще та психология, когда мы, допустим, верили слепо в государство. Мы думаем, вот есть магазин, если он попал на прилавок, значит, этот товар является качественным, слепо доверяют. Вот мы же говорим, что закон защиты прав потребителей, он в основном очень хороший для потребителей, я вам хочу сказать. Он лучше, чем в России. Чем лучше? Допустим, в России там, по-моему, около чуть ли не 20 наименований товаров, которые не подлежат обмену возврату. А у нас всего 6 наименований товаров, которые не подлежат обмену возврату. Все подлежит. Даже в аптеках лекарственные средства подлежат по приказу министра здравоохранения. То есть это неосведомленность, во-первых. Второе, вот как я сказала, что это, наверное, все-таки менталитет тоже. Ну, купила там 200-100 тенге, да и ладно, садаха там, понимаете? Я согласна, что нельзя говорить, что государство только виновата. Виновата это все в купе. И общественные организации, сами потребители, естественные государства. По словам Турсун Джакпаровой, сегодня в нечестных на руку компаниях работают не продавцы, а профессиональные психологи. Во время обработки клиента они строят разговор так, что человек даже не может воспользоваться сотовым телефоном и посоветоваться с близкими. Есть такое понятие, как маркетолог, да, маркетинг. Сегодня многие предприниматели вкладывают большие деньги, чтобы привлечь хорошего маркетолога в маркетинг. Хотела остановиться на вот именно двух позициях, когда это не продавцы, это не маркетологи, да, когда это они привлекают психологов, это вот косметические услуги, туристические фирмы, когда вот эти дорогие там пылесосы были, понимаете? И сегодня почему-то увеличивается поток жалоб. То есть предприниматели, их сложно назвать предпринимателями, но их действия граничат с мошенничеством прямо. Вот такая невидимая грань между ними, потому что они под воздействием психологическим заставляют человека подписывать именно вот тот договор, который на сегодня, скажем, для бюджетников, это очень высокое, на 300 тысяч, на 400, на 500 тысяч. Поэтому всегда хочется сказать, что бесплатно сыр только мышеловки, да. Вот этот принцип надо всегда узнать, об этом помнить. С жалобами на сферу образования нужно обратиться в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. С жалобами на сферу здравоохранения, медуслуги, общепит, некачественные продукты питания нужно идти в Департамент общественного здоровья в областях. Недовольство городским транспортом следует высказывать в Управлении транспорта и автомобильных дорог местного Акимата. На авиаперевозчиков нужно жаловаться в Комитет гражданской авиации. На туркомпании в Управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма. Сфера ЖКХ, включая начисление тарифов, розничная торговля непродовольственными товарами, предоставление бытовых услуг, введение Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. Все, за что мы, либо государство за нас платит деньги, является защитой прав потребителей. Потому что по закону потребитель – это физическое лицо, которое намеревается или приобретает что-либо для собственного пользования, либо для нужд семьи, скажем так. Поэтому закон хороший, но судьи его не применяют. Они говорят, что есть гражданско-процессуальный кодекс, гражданский кодекс, и по иерархии нормативно-правовой базы закон ниже, чем кодифицированный. Поэтому, как отмечает Светлана Романовская, Казахстану необходимо разработать кодекс о защите прав потребителей, который позволит усилить позиции потребителей. Сухофрукты у них, конфеты, все вместе. Так, дайте мне сертификат соответствия на специи, на сухофрукты. Сухофрукты – это узбекские. Узбекские, да. Узбекские у нас нет единого союза торгового, экономического. Поэтому на это должны быть еще и казахстанские обязательно сертификаты соответствия. Допустим, идет на рынок, и я говорю, требуете сертификат соответствия, вы имеете право требовать. Вот, говорит, ну это же рынок, какой сертификат? То есть, получается, продавая на рынке, можно травить людей. Или, допустим, опять-таки, скажем, возврат товара. Почему я говорю 90-е годы, да? Допустим, потребитель приобретает, опять-таки, скажем, обувь детскую, или там одежду какую-то, но не подошел, да? И попробует пусть потребитель вернуть этот товар. Это вы знаете, если мы возьмем вот в соотношении 100%, да? Это где-то, наверное, ну 20-30%, где продавец более-менее грамотный, юридически осведомленный, что есть закон, что потребитель имеет право вернуть. В основном не возвращает. Гражданин Казахстана, как потребитель, имеет законы, которые защищают его интересы, имеет такой институт, как судебная защита. Есть государственные органы, которые следят за выполнением закона, и общественные объединения потребителей, благодаря которым есть закон, защищающий интересы простых людей. Но почему-то ситуация с соблюдением прав потребителей особо не меняется. Возможно, это как раз не скоординированные действия разных служб, которые призваны помогать нам. То есть они открыто не позиционируют свою деятельность, не рассказывают, как нам это сделать. У нас нет общей культуры про это. Я думаю, что вот это одна из основных таких проблем. Второе. Владельцы заведений, сферы продаж, сферы обслуживания и так далее, они тоже как будто не очень заинтересованы в повышении качества своих взаимоотношений с клиентами, своей клиентоориентированности. Здесь тоже может крыться такая серьезная проблема. Хотелось бы, чтобы с ростом количества услуг росло и число грамотных потребителей, умеющих отстаивать свои интересы. От этого зависит наш уровень жизни и даже наше с вами здоровье. Спасибо вам за покупку. Возврат и обмена товаров можете сделать через 14 дней. Спасибо большое. И ведь работа со стороны государства идет. Законы принимаются, обратная связь налажена. Осталось только повышать свою грамотность и воспитывать самих себя. Рано или поздно количество переходит в качество. Чем больше обращения от населения будет, тем лучше и быстрее будет это разбираться. Давайте этому огласку. Не пускайте это на самотек. И тогда будет эффект. Редактор субтитров А.Семкин